В Олимпийском парке прошел фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» навстречу Формуле-1. Мероприятие состоялось в рамках королевских гонок, чтобы зрители масштабного спортивного праздника стали еще и участниками пусть не королевских, но тоже спортивных состязаний. Спортивный фестиваль в Сочи организовало Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края. Приобщиться к спорту и сдать нормы ГТО решили сочинцы, гости города, а также сотрудники и военнослужащие Росгвардии. Правоохранители выполнили упражнения на гибкость, пресс, отжимались, подтягивались, прыгали в длину, выполняли рыбок гири весом 16 килограммов, а также пробежали короткую дистанцию. Сегодня сотрудники Росгвардии, Главного управления по Краснодарскому краю успешно сдали нормативы ГТО. Мы пропагандируем здоровый образ жизни, мы за спорт. Одно из требований успешного выполнения служебно-боевых задач – это хорошая физическая форма. Я за здоровый образ жизни и популяризацию спорта. Одно из требований, предъявляемых к сотрудникам и военнослужащим – это наличие хорошей физической подготовки. Спорт делает человека выносливее и психологически устойчивее. Все участники продемонстрировали хорошие результаты, которые зафиксировали судьи Центра тестирования ГТО. Министр физической культуры и спорта Краснодарского края вручил Росгвардейцам сертификаты, подтверждающие выполнение испытаний. Спорт – это то, что делает человека по жизни целеустремленным, выносливым, настраивает на то, чтобы любое дело было с результатом. Впервые пришла нам такая идея – организовать большой вот этот праздник и сдачу норм ГТО. И потому что здесь постоянно люди, мы понимаем, что спорт сегодня в тренде. Когда пришли ребята сдавать, да, Росгвардейцы, нас, я не могу сказать, что это просто порадовало. И многим, конечно, спортсменам можно дать пример физическую форму Росгвардейцев. Но то, что демонстрируют ребята, то есть только подчеркивает, что спорт в войсках и в Росгвардии – это на первом месте. Выполнить программу физкультурной подготовки населения мог любой желающий. Результаты пройденных испытаний не остались лишь на бумаге, а были опубликованы на официальном сайте ГТО. Нормы ГТО может сдать любой желающий. Самое главное, основное – это быть зарегистрированным на всероссийском сайте ГТО, получить свой уникальный идентификационный номер. В личном кабинете у себя на всероссийском сайте ГТО участники могут увидеть то, что они сегодня сдадут. Мы заливаем их результаты в личный кабинет каждого участника. И то, что им не хватает до получения именно знака ГТО – бронзового, золотого или серебряного – они могут сдать либо в нашем центре ГТО, либо у себя, если это иногородние, приезжие, гости нашего города, они могут сдать в своем центре ГТО своего муниципального образования или региона. К труду и обороне оказалась готова и сочинская молодежь. Сдать нормы ГТО в Олимпийском парке решила целая футбольная команда. В детстве меня мой один хороший товарищ привел на футбол. Мне очень понравилась позиция вратаря. С тех пор я каждый день живу футболом. Смотря на то, что я занимаюсь в большом спорте, нормы ГТО для меня необходимы. Потому что я хочу стать большим спортсменом. Я поднимал гирю на ГТО. Это не самый легкий вид, что может быть здесь. Это очень тяжело. Я сделал 34 раза. Мой оппонент, мой сокомандник сделал 33. Но я принципиально, надо было сделать больше, чтобы быть на первом месте. Я решил, что надо еще делать в следующие разы, когда будет возможность. Обязательно приду. Саморазвитие – это очень полезно, потому что развивать самого себя вообще интересно. А так, если этому уделяется внимание, это интереснее в два раза. Я за спорт всеми руками. Мы спортсмены и хотим проверить свои способности. Я считаю, что нужно, потому что это как минимум спорт. И можно проверить, чего тебе не хватает. И как-то исправить это. Золотой значок ГТО может помочь в расцеплении и трудоустройстве. Конечно, я буду стремиться к золотому значку. Конечно, нужно. Что? Какая польза? Ну, чтобы проверить, готов ли ты к трудовой обороне или нет. Ну, не все, конечно, под силу, но стараемся, выполняем. Буду стремиться к золотому значку. Что бы? Что бы был. Пригодится по-любому, я думаю. В первую очередь. Жить будешь дольше. Ну, и вообще, в принципе, здоровый образ жизни интереснее, чем ходить, курить, выпивать и так далее. ГТО – это масштабный проект, который сегодня охватил всю страну. Краснодарский край занимает четвертую строчку в рейтинге всех субъектов России по количеству людей, зарегистрированных на сайте ГТО. Мы уже перевалили за отметку 800 тысяч занимающихся, которые уже зарегистрировали, попробовали свои силы в сдаче этого комплекса и, соответственно, получили значок. Не всем пока из 800 тысяч удалось получить значок, но мы над этим работаем. И все те, кто пытаются как раз на этом фестивале свои силы попробовать, они получат сертификат. И эти результаты официально зачтутся, и люди смогут получить тот знак, на который они, собственно говоря, и рассчитывают. Развитие спорта в крае – это приоритетная задача, которая ставится губернатором Вениамином Ивановичем. И в первую очередь это спорт не высших достижений, а спорт массовый, спорт шаговой доступности. Задача, которую ставит губернатор – это чтобы в каждом отдаленном поселении, в каждом поселке появились спортивные объекты, на которых можно попробовать свои силы. Строятся площадки, многофункциональные спортивные площадки в каждом муниципалитете должны работать. В настоящее время их построено уже более 600. Подобные фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО – это и реализация приоритетного национального проекта «Демография», в состав которого входит краевой проект «Спорт. Норма жизни». Как известно, президентом страны поставлена задача, чтобы к 2024 году спортом занималось 55% населения. Для достижения необходимых показателей по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в регионе строятся спортивные объекты и в том числе так называемые малобюджетные спорткомплексы. Ежегодно на территории края должно строиться не менее 10 таких объектов. Задача губернатора выполняется. Каждый муниципалитет получил это указание. Уже ряд комплексов мы торжественно открыли. Поэтому благодаря вот этой политике и наш регион уже 4 года подряд занимает первое место по развитию физической культуры и спорта на территории Российской Федерации. Я надеюсь, что дальнейшая работа, которая будет проводиться с учетом строительства этих спортивных сооружений, проведения спортивных мероприятий, позволит только укрепить позиции Краснодарского края на всероссийской спортивной арене и в рейтинге всех субъектов. Нацпроект – это мероприятие, которое охватывает все направления. Если брать вот сугубо цифры, которые закреплены в национальном проекте и региональном проекте «Спорт. Норма жизни», то мы несколько направлений реализуем. Первое направление – это строительство малых спортивных площадок ГТО. Это площадки, ну, не совсем сродни с этой, потому что это мобильная площадка, а площадки, которые включают в себя набор физкультурно-спортивного оборудования для занятия спортом. Это перекладины, шведские стенки, различные гимнастические станки для занятия собственным весом. Таких площадок построится 15 единиц в этом году. И ежегодно мы будем в каждом муниципалитете хотя бы одну такую площадку открывать для того, чтобы как раз-таки больше людей могли заниматься комплексом ГТО. Ну, и другими видами спорта, собственно, на ней тоже можно обычной физической культурой заниматься. Также присутствует там такое направление, как реконструкция объектов спорта. Например, в этом году мы реконструируем стадион в Гулькевичах. Там будет заменено покрытие футбольного поля, будет новейшая постель на покрытие. И также заменены покрытие легкоэкстрических беговых дорожек. Кроме того, есть крупный очень объект. Это центр водных видов спорта в городе Краснодаре, который также в рамках этого проекта будет продолжен строительством. Определен буквально несколько дней назад подрядчик, который завершит этот объект. Это очень крупный объект, более миллиарда его стоимость. Он будет иметь несколько ванн. Это бассейн 50-метровый, бассейн 25-метровый, ванна для прыжков в воду, ванна для занятий синхронным плаванием и водным полом. И плюс ко всему несколько ванн для обучения детей плавания. То есть это крупный будет комплекс, который позволит это все реализовать. Кроме того, там в этом проекте «Спорт. Норма жизни» реализуется такое направление, как приобретение оборудования инвентаря для спортивных школ, которые ведут подготовку по базовым видам спорта. В базовых видах спорта у нас в регионе 41. Мы занимаем одну из первых срочек по количеству базовых видов спорта. Базовые виды – это те, которые определены нашему региону как самые основные. Те виды, по которым от нас правительство, руководство нашей страны ждет медалей на всероссийских и международных соревнованиях. Соответственно, для тех спортивных школ, которые развивают эти виды спорта, будет приобретаться современное спортивное оборудование ежегодно. Ну вот, в принципе, это сухие цифры. А если брать ту основную задачу, которую ставит региональный проект «Спорт. Норма жизни» – это самое главное вовлечение количества людей в занятия физической культурой и спортом. Сейчас уже цифра вовлеченных в спорт и физическую культуру в Краснодарском крае составляет 50,7%. То есть здесь мы впереди всей России. Но задача стоит же 55. И плюс ко всему, она подразделяется на несколько категорий. Это население, которое в возрасте до 30 лет. Это школьники в большинстве своем, студенты и те, кто, так сказать, обучаются в различных других образовательных учреждениях. Здесь огромный высокий процент. Мы уже практически выполнили ту задачу, которую поставил президент. Это 88% этого населения занимается физической культурой. Дальше идет более сложное направление – это взрослое население. От 30 у женщин до 55, у мужчин до 60. Здесь необходимо как раз к 2024 году и достичь показателя 55%. Сейчас мы находимся на уровне где-то порядка 46%. То есть тут здесь еще работать нужно очень серьезно. И самый большой такой пласт, который необходимо будет сейчас колыхнуть – это старшее поколение. Люди, если брать женского пола, старше 55 и мужчины старше 60. Коих надо охватить не менее 25% к 2024 году. Чтобы суммарно у нас как раз мы вышли на эти показатели. Сейчас мы находимся на уровне где-то порядка 10% вовлечения этой категории населения. Появляется в крае и все больше уличных спортивных площадок. В Сочи так называемых «воркаут» площадок уже 115. Здесь большинство горожан и готовятся к сдаче норм ГТО. Современные комплексы для уличного фитнеса расположены и в спальных районах, и в селах, и на прогулочных зонах. Сегодня «воркаут» площадки – бесплатная альтернатива тренажерным залам. Благодаря таким специально оборудованным уличным площадкам тренировки стали доступны не только профессиональным спортсменам, но и любителям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова